Иеремия плакал, когда молился. Он говорил, «Потоки ввод изливает око мое о гибели дщери народа моего. Око мое изливается и не перестает, ибо нет облегчения, доколе не презрит и не увидит Господь с небес. Око мое опечаливает душу мою ради всех дщерей моего народа. «Всячески усиливались уловить меня, как птичку враги мои, без всякой причины. Повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями. Воды поднялись до головы моей. Я сказал, погиб я». 3 глава 48 по 54 стихи. Молитесь со слезами, как Иеремия в этих стихах. Не проливайте искусственных слез, предназначенных для того, чтобы получить желаемое. Богу нужны не напыщенные тирады, нанятых за плату плакальщиков, а искренние слезы глубокого раскаяния за совершенный грех. Иеремия, плачущий пророк, стал для Иудеи примером для подражания. Он, не переставая, плакал о гибели Божьего народа. Глаза его не просыхали от слез при виде разорения Иерусалима. Это были не просто слезы печали из-за уничтожения всего, к чему народ привык, а скорбный плач по поводу нравственного растления, ставшего причиной уничтожения самого народа. Что заставляет вас плакать? Несложившаяся жизнь? Мы плачем над мелкими проблемами, которые не должны нас волновать, и смеемся над тем, что должно вызывать у нас слезы. Нам следует плакать о наших грехах и грехах мира. Наши слезы не должны просыхать до тех пор, пока Бог не посмотрит на нас с небес, не увидит наши разбитые кающиеся сердца и не возьмется за исцеление наших израненных душ.